Библейский портал экзегет.ру представляет В рамках библейского портала «Экзегет» мы продолжаем чтение Евангелия от Матфея, глава 5. Увидев народ, он взошел на гору, и когда сел, приступили к нему ученики его, и он, отвергши уста своя, учил их, говоря, Блаженны нищие духом, ибо их есть Царствие Небесное, Блаженны плачущие, ибо они утешатся, Блаженны кроткие, ибо они наследуют землю, Блаженны алчущие и жаждущие правды, ибо они насытятся, Блаженны милостивые, ибо они помилованы будут, Блаженны чистые сердцем, ибо они Бога узрят, Блаженны миротворцы, ибо они будут наречены сами Божиими, Блаженны изгнанные за правду, ибо их есть Царство Небесное, «Блаженны вы, когда будут поносить вас, Игнатия, всячески неправедно злословить за меня, радуйтесь и веселитесь, ибо велика награда на небесах ваша, так гнали и пророков, бывших прежде вас». Фрагмент, который именуется традиционно заповедями блаженства. Мы видим, что Господь произносит их в окружении своих учеников и большого количества народа. Заповеди блаженства традиционно называются святыми отцами, как они располагаются в Евангелии от Матфея, лестницы и духовного восхождения. То есть в данном случае мы должны понимать, что первая заповедь «Блаженны нищие духом, ибо их есть Царство Небесное», по сути дела является первой ступенью и в то же время фундаментом в нашем деле духовного восхождения или, попросту говоря, спасения. Святитель Азлатоуст спрашивает, что такое «нищие духом», и отвечает, это «смиренно мудрые». Не случайно в святоотеческом учении есть слова о том, что «смиренно мудрые» есть Матерь всех добродетелей. «Только имея истинное смирение, нищету духовную или иными словами осознание, то, что ты сам лично ничего не можешь сделать истинно доброго, святого, только божественная благодать и Бог могут помочь тебе в деле спасения, вот это и является той отправной точкой в деле нашего спасения, без которой нельзя спастись». Дальше, то, что произносит Господь по замечанию многих толкователей, с точки зрения мирской является в общем-то не счастьем и не блаженством, а наоборот горе. Блаженны плачущие, блаженны кроткие, блаженны алчущие, жаждущие правды. Но здесь, поскольку Царство Небесное – это Царство не мира сего, и оно имеет свои законы, это Царство свободы и любви, то, естественно, и мирские наши обычаи и правила прилагать к тому, чему нас учит Христос, не следует. Поэтому, действительно, Господь обетовает нам блаженство или счастье, если мы будем плакать о грехах, если мы будем кроткими перед людьми, то есть будем осознанно смирять себя, даже будучи правыми. Блаженны алчущие, жаждущие правды, ибо они насытятся. Вот о какой правде здесь говорится, спрашивают святые отцы, и многие из них отвечают, что это справедливость. Итак, тот, кто ищет и жаждет справедливости, даже самой обычной человеческой, тот недалек от Царства Небесного, потому что поиск справедливости чаще всего рождает истинную милость человеческую по отношению к другим. А чистота сердечная – это великая заповедь, которая обетует человеку узреть Бога. Мы знаем, что очень многие люди, приступая к вере, приступая к служению Богу, где-то в тайниках своих сердец думают о том, что вот если бы Бог мне открылся, если бы я его узрел, то иногда бы я стал, наверное, самым верующим и истинно, искренне верующим человеком. Вот заповедь, по сути дела, которая дает нам возможность узреть Бога. Хочешь его увидеть – очищай сердце. То есть здесь это заповедь о необходимости покаяния. «Блаженны миротворцы, ибо они будут наречены сынами Божиими, блаженны изгнанные за правду, ибо их есть Царство Небесное, блаженны вы, когда будут поносить вас и гнать, и всячески неправильно злословить за меня». Вот эти три заповеди, они, по сути дела, относятся уже к людям, достигшим духовного совершенства, к тем, можно сказать, уже искуснейшим сосудам, в которые вливается дар Божественной благодати для того, чтобы служить своим ближним. Конечно, если мы захотим сразу быть изгнанными за правду, быть миротворцами, быть поносимыми, чтобы нас гнали и всячески неправильно злословили, то мы будем, наверное, не очень логичны. Не случайно говорится о том, что заповеди блаженства – это целая лестница духовного восхождения, подобно тому, как человек идет по лестнице, наступает на первую ступень, затем на вторую, на третью и так далее, точно так же и в духовной жизни. Стать миротворцем нельзя, не стяжав нищету духовную, не восплакав о своих грехах, не стяжав милость и чистоту сердечную. Радуйтесь и веселитесь, ибо велика ваша награда на небесах, так гнали и пророков, бывших прежде вас. В данном случае здесь Спаситель свидетельствует, что удел всякого святого человека – это пройти сквозь гонения. Никаких исключений здесь не бывает, только кто-то испытывает гонения внешние, кто-то внутренние, но в любом случае претерпевание за правду и пролитие крови – оно необходимо. «Вы соль земли, – говорит Господь, – если же соль потеряет силу, то чем сделаешь ее соленую? Она уже ни к чему не годна, как разве выбросить ее вон на попрание людям?» В древнем мире предназначение соли в первую очередь было такое, чтобы предохранять пищу от гниения, от разложения, а как следствие о солености была уже соленость на вкус. И вот в данном случае Господь, обращаясь к апостолам, когда говорит, что «вы соль земли», он хочет сказать, что предназначение апостолов, истинных служителей Божьих – это предохранять мир от нравственного разложения. Но святитель Иоанн Златоуст замечает, что подобно тому, как соль бывает неприятна на вкус людей сластолюбивых, точно так же и истинная проповедь о Христе, она всегда будет неприятна на вкус для людей сладострастных и грешных. Соответственно, гонения будут всегда сопровождать истинных служителей Христовых. «Вы свет мира», – говорит Господь, – «не может укрыться гора, стоящая наверху горы, и зажегши свечу, не ставит ее под сосуду, но на свечнике, и светит всем в доме. Тогда светит свет ваш пред людьми, чтобы они видели ваши добрые дела и прославляли Отца вашего Небесного». Тоже очень важное замечание для апостолов. Господь хочет им сказать, что дело будет заключаться не только в том, что вы будете говорить, но именно, и, наверное, даже больше в том, как вы будете жить. Потому что, подобно тому, как свечу бывает видно издалека, точно так же и апостолов будет видно не по тем словам, которые они будут произносить, но именно по той доброй жизни, по тем добрым делам, которые они будут иметь. И именно ради того, что апостолы будут жить истинно и свято, люди будут прославлять Отца Небесного. На самом деле, это очень важный духовный закон жизни, и если ты хочешь, чтобы человек слушал твое слово о Христе, знай, ты должен свято и чисто стараться жить. Если дело будет расходиться со своим словом, то проповедь твоя будет только людей отвращать от Христа, будет раздражать их. Не думайте, что я пришел нарушить закон или пророков, не нарушить пришел я, но исполнить. Ибо истинно говорю вам, доколе не приедет небо и земля, ни одна йота и ни одна черта не приедет из закона, пока не исполнится все. И так, кто нарушит одну из заповедей всех малейших и научит так людей, тот малейшим наречется в Царстве Небесном. А кто сотворит и научит, тот великим наречется в Царстве Небесном. Ибо говорю вам, если праведность ваша не превзойдет праведности книжников и фарисеев, то вы не войдете в Царство Небесное. В данном случае важнейшее свидетельство мессианства нашего Господа заключается в этих словах. Он пришел закон не нарушить или пророков не нарушить, но исполнить. Дело в том, что и закон, и пророки говорили об истинном Христе. Поэтому Иисус, как истинный Христос, как истинный Спаситель, не мог нарушить ни одной заповеди. Заповеди по существу, которые мы имеем в ветхозаветном законодательстве, а также не нарушить ни одного пророчества о нем, как об истинном Христе. И вот эти слова, ибо истинно говорю вам, доколе не приедет небо и земля, ни одна йота, ни одна черта не приедет из закона, пока не исполнится все. По сути дела, есть слова о том, что Ветхий Завет с его заповедями, нравственными заповедями о спасении, чаще всего мы их сводим или называем десятью заповедями, это есть основание, есть фундамент для всего нового домостроительства, которое совершает, которое строит Господь. Итак, кто нарушит одну из заповедей всех малейших и научит так людей, тот малейшим наречится в Царстве Небесном. Почему Господь называет эти заповеди малыми? Ну, по всей вероятности, потому что они внешне не очень выпячиваются в нашей жизни. Это нравственные заповеди, это заповеди, которые направлены на исправление нашего сердца, и поэтому они совсем незамеченными бывают, их исполнение для людей, которые нас окружают. Но Господь говорит, от исполнения их заповедей зависит все. И вот слова в этом контексте, если праведность ваша не превзойдет праведности книжников и фарисеев, то не войдете вы в Царство Небесное, наверное, могут быть понимаемы так, что праведность наша, это праведность, которая базируется, которая основывается на смиренном взгляде на себя, на смиренном мудре. Именно то, чего не имели книжники и фарисеи. Праведность, которую имели они, она только развивала в них непомерную гордость и надмене над прочими людьми. Вы слышали, что сказано древним «не убивай», кто же убьет, подлежит суду, а я говорю вам, что всякий, гневающийся на брата своего, напрасно подлежит суду, кто же скажет брату своему рака, подлежит синедриону, а кто скажет безумный, подлежит гиене огненной. Итак, если ты принесешь дар к жертвеннику, и там вспомнишь, что брат твой имеет что-нибудь против тебя, оставь там дар твой перед жертвенником, и пойди прежде перемирись с братом твоим, и тогда приди и принеси дар твой, мирись с соперником твоим скорее, пока ты еще на пути с ним, ибо соперник, чтобы соперник не отдал тебя судье, а судья не отдал бы тебя слуге, и не вергли бы тебя в темницу, истинно говорю тебе, ты не выйдешь оттуда, пока не отдашь до последнего кадранта. Кадрант – это денежная единица, которая имела хождение и в Палестине во времена нашего Господа, сравнительно небольшая, то есть она может быть уподоблена нашим десяти рублям, или даже, может быть, еще какой-то меньшей сумме. Так вот, в данном случае, последние слова Господа говорят нам о том, что ты все до последнего отдашь, до тех пор, пока не сможешь выйти из вот этой темницы. Итак, что здесь говорит Господь? «Не убивай, сказано древним, кто же убьет, подлежит суду, а я говорю, что всякий, гневающийся на брата своего напрасно, подлежит суду». В данном случае, дальше еще целая серия, целая череда пойдет заповедей ветхозаветных, которые Господь будет поправлять с прибавлением, вы слышали, что сказано древним, а я говорю вам. По объяснению святых толкователей, здесь Господь возводит ветхозаветные законы на надлежащую, должную для спасения высоту. С одной стороны, убивай, с другой стороны, гневайся. Казалось бы, разница большая между этими понятиями, но одно зависит от другого. И не убивать легче, если ты не гневаешься, так рассуждает святитель Иоанн Златоуст. Поэтому в данном случае любое уничижение, любой гнев на ближнего своего, вот, по сути дела, это и есть уже источник твоей греховности, который рано или поздно при благоприятствующих обстоятельствах может сыграть очень дурную вещь в твоей жизни, и ты можешь даже и убить. Вообще, надо сказать, что те заповеди, которые здесь будет вспоминать, приводить Господь об убийстве, о прелюбодеянии, о том, чтобы не приступать к клятвы, о том, чтобы не выбивать око за око и зуб за зуб, по сути дела, это заповеди, направленные против самости человеческой, против того, чтобы человек не был замкнут на себе. Вот в данном случае, когда Господь говорит, и так, если ты принесешь дар твой к жертвеннику, и там вспомнишь, что брат твой имеет что-нибудь против тебя, то слова эти значат, что ты призываешься Богом пойти на примирение при полном осознании, что не ты виноват, а брат твой виноват против тебя. Наверное, мы можем здесь смело утверждать, что без милосердия, без жертвенности человек не сможет поступить так, как призывает Господь. Поэтому, можно сказать, все заповеди, которые дает Господь, и к которым Он призывает, располагают нас стяжать дар милосердия, чтобы отказаться от своих желаний и чтобы прислушаться к тому, что хотят от нас наши ближние. В этом будет заключаться истинная любовь по отношению к ним. Вы слышали, что сказано древним, не при любодействии. «Я говорю вам, что всякий, кто смотрит на женщину с вожделением, уже прелюбодействовал с нею в сердце своем, если же правый глаз соблазняет тебя, вырви его и бросит себя, ибо лучше для тебя, чтобы погиб один из членов твоих, и не все тело твое было ввержено в гиену. Если правая рука твоя соблазняет тебя, отсеки ее и бросит себя, ибо лучше для тебя, чтобы погиб один из членов твоих, и не все тело твое было ввержено в гиену». «Сказано также, если кто разведется с женой своей, пусть даст ей разводную. А я говорю вам, кто разводится с женой своей, крови вины любодеяния, тот подает ей повод прелюбодействовать, и кто женится на разведенной, тот прелюбодействует». Вот в этом учении о том, чтобы не прелюбодействовать по существу, то есть не прелюбодействовать сердцем, заключается великое учение нашего Господа. Бог смотрит на сердце человеческое, и в этом смысле ему все равно, как человек прелюбодействует – делом или сердцем. Сердце оскверняется, и чистота сердечная настолько цена и велика в глазах Божьих, что осквернение сердечное, оно равнозначно тому, чтобы потерять один из членов своего естества. Даже лучше предпочесть, видите, как рассуждает Господь, вырвать правый глаз свой, отсечь руку или отсечь ногу, но только чтобы не войти в гиену. То есть, иными словами, здесь Господь говорит нам о том, что в Царство Божие может войти только человек с чистым, неоскверненным сердцем. И мы тогда понимаем, что действительно вот эти малейшие заповеди, как их называет Господь в начале своего учения, по сути дела, они являются величайшими, и для нас их исполнение представляет великую трудность. Без дара благодати, без помощи божественной, конечно, нам не справиться. А вот следующее учение, кто разводится с женою своею, тот дает ей повод прелюбодействовать, говорит нам о том, что брак, который учреждает в начале творения человека наш Господь, это действительно единение между мужем и женою, которое сочетается Богом. Это союз, который не подлежит разлучению и разъединению. И если кто-то согрешает, нарушая верность и предавая любовь, тот сам, по сути дела, разрывает эти узы брака. Если говорить вот о учении церкви по поводу существующего развода, то развод церковный – это есть не что иное, как констатация того, что брака не существует. Но не существует его между мужем и женой уже не по той причине, что разводит церковь, а потому что кто-то из двух половин сам решил этот брак расторгнуть и расторг его через нарушение любви и верности. «Еще слышали вы, что сказано древним, не приступай к клятвы, но исполняй пред Господом клятвы твои. А я говорю вам, не клянись вовсе ни небом, потому что оно престол Божий, ни землею, потому что она под ножей ног его, ни Иерусалимом, потому что он город великого царя, ни головою твоей не клянись, потому что не можешь ни одного волоса сделать белым или черным. Но да будет слово ваше, да-да, нет-нет, а что сверх этого, то от лукавого». Ну, по сути дела, это учение даже и не о том, что нельзя клясться, а о том, насколько человек немощен, и о том, насколько все в жизни нашей зависит исключительно от Бога. Мы часто присваиваем себе какие-то силы и способности, и нам кажется, что мы можем очень многое сделать. И иногда готовы даже Бога во свидетели привести, что мы можем сделать то-то и то-то, по сути дела, это и есть клятва. Но Господь говорит, что не надо так поступать, лучше поступить по-другому, лучше помолиться Богу о том, чтобы Он помог нам сделать то или иное. Ведь мы действительно не можем даже своего волоса ни одного сделать белым или черным, мы не можем прибавить себе росту ни на сантиметр. Так что же говорить о том, что мы можем в этом мире, если не будет на то для нас благословение Божие? Вот эта заповедь «не к лених» по сути дела обращает наши умы и наши сердца непосредственно к тому, чтобы помнить постоянно о Боге и все, что мы не делаем, и спрашивать на это у Него благословение. Читаем дальше, 38 стих 5 главы. «И вы слышали, что сказано, око за око и зуб за зуб, а я говорю вам, не протився злому, но кто ударит тебя в правую щеку твою, обрати к нему и другую, и кто захочет судиться с тобой и взять у тебя рубашку, отдай ему и верхнюю одежду, и кто принудит тебя идти с ним одну поприще, иди с ним два, просящему у тебя дай, и от хотящего занять у тебя не отвращайся». Вот это учение о непротивлении злу. Но надо сказать, сразу, наверное, оговориться, что здесь речь идет вот о личном, о личной жизни человека, о личной борьбе человека с грехом, со своей самостью. Очень часто бывает так, что действительно мы отстаиваем свою какую-то личную правду и видим, что она не правит, не нравится нашему ближнему. Он просит нас иногда отдать ему что-то, что нам принадлежит, как нам кажется. Он иногда может ударить нас в правую щеку, то есть по правде. Иногда заставит что-то делать нас. И вот в данном случае Господь призывает нас не противиться с нашей точки зрения тому злому, что против нас происходит. Если попытаться вот здесь увидеть тот контекст, о котором говорится, то, может быть, его можно было бы обозначить и так. Критерием, как поступать в нашей жизни с нашими ближними, наверное, должен быть следующий. То, что делает против меня ближний или просит меня сделать, повредит ли моему спасению или нет. Если это только раскроет во мне те грехи, в которых я буду иметь возможность покаяться, или это поможет мне отказаться, научиться отказываться от своей воли, то я должен так поступать. Но с другой стороны, вот эта заповедь не может быть приложима к тому, что по существу вредит нашему спасению. И те, кто пытались ее сделать универсальной по отношению ко всему тому, что окружает в жизни человека, те, конечно, часто терпели фиаско. И в данном случае, наверное, к Церкви Христовой и к поведению церковного общества вот в плане исполнения этих заповедей мы уже не можем говорить. «Любите врагов ваших». Так называется следующий отрывок, и звучит он так. «Вы слышали, что сказано, люби ближнего твоего и ненавидь врага твоего. А я говорю вам, любите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас, благотворите ненавидящим вас и молитесь за обижающих вас и гонящих вас. Да будете сынами Отца вашего Небесного, ибо Он повелевает солнцу своему восходить над злыми и добрыми и посылает дождь на праведных и неправедных. Если вы будете любить любящих вас, какая вам награда? Не то же ли делают им и тари? И если вы приветствуете только братьев ваших, что особенно вы делаете? Не так же ли поступают и язычники? И так будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный». Вот этот отрывок, по сути дела, раскрывает перед нами опять же высшие ступени духовного совершенства человека, потому что удел совершенных людей любить врагов, благословлять проклинающих, благотворить ненавидящим и молиться за обижающих. И человек, не готовый к исполнению этих заповедей, часто разводит руками и говорит, «Как же я могу любить?» и в силу невозможности начинает извинять себя и уводить от необходимости исполнять эти заповеди. Но на самом деле речь должна идти о другом. Это та высокая планка, тот идеал, к которому должен стремиться всякий верующий человек. Если в нашей жизни не получается любить врагов и благословлять проклинающих, это значит, нам есть еще над чем трудиться, это значит, нам есть над чем работать, над нашими сердцами, избавляться от страстей, избавляться от грехов и восходить от силы в силу. Вот в данном случае обычная человеческая доброта, которая описывается здесь по словам, «Ибо если вы будете любить любящих вас, какая вам награда?» «Не то же ли делают мытари?» по Евангелии от Луки будет звучать, «Не то же ли делают и грешники?» «И если вы приветствуете только братьев ваших, что особенно вы делаете?» «Не так же ли поступают и язычники?» Опять же в Евангелии от Луки будет звучать так, «Не так же ли поступают и грешники?» То есть в данном случае оказывается, что ничего сложного и трудного в исполнении по отношению тем, кто любит, нас нет, нет никакой заслуги. Заканчивает Господь этот отрывок словами, «И так будьте совершенны, как совершенен Отец ваш Небесный». В чем заключается это совершенство? Да, возможности любить и благословлять проклинающих. Но параллельный текст Евангелия от Луки звучит так, «И так будьте милосердны, как милосерден Отец ваш Небесный». В определенном смысле мы можем говорить о том, что наше совершенство напрямую связано от нашего милосердия. Чем милосерднее сердце человеческое, чем оно более расположено к жертвенной жизни, тем более совершенен человек, тем ближе он к спасению. Аминь.